Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Тема нашего урока – группы слов с различным лексическим значением. Слова близкие и противоположные по значению. Сегодня на уроке ты будешь участвовать в диалоге, высказывать своё мнение, научишься различать самостоятельные части речи, будешь понимать роль лексического значения слова. Внимание! Проверь, дружок, готов ли ты начать урок? Всё ли на месте? Всё ли в порядке? Книжки, ручки и тетрадки. Есть у нас девиз такой – всё, что надо, под рукой. Давайте проверим вашу готовность к уроку. Ребята, послушайте загадку и отгадайте. О ком она? Слово – сказочный герой. Чаще добрый, реже злой. Он – маг, колдун и чародей. Назови его скорей! Я думаю, вы правильно отгадали загадку. Давайте проверим. Да, это волшебник. Ребята, а кто такой волшебник? Где может происходить волшебство? Конечно же, в волшебных сказках. Значит, о чём мы сегодня будем говорить на уроке? Правильно, о волшебных сказках. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое волшебные сказки. В какие группы объединились имена прилагательные. Познакомитесь со словами близкими и противоположными по значению. Друзья, волшебные сказки – это сказки, в которых происходят чудеса, волшебство, чародейство, где в ход событий вмешиваются сверхъестественные силы природы или персонажи, наделённые магическими, сверхъестественными способностями, способные творить волшебство, чародейство. В волшебных сказках герою помогают волшебные силы и предметы. А какие – сейчас вы мне назовёте, отгадав загадки. Послушайте загадку и назовите предмет волшебства. Взмахнёт ей фея очень плавно, и чудо вдруг произойдёт. В карету тыква превратится, на бал девчонка попадёт. О каком предмете волшебства идёт речь? Молодцы, конечно! О волшебной палочке. А в каких сказках встречается данный предмет? Да, это Золушка, Гарри Поттер, волшебная палочка, снежная королева. Вот следующая загадка. Эта вещь, наверное, самая волшебная. Эта шапка непростая, а чудесная такая. Все, кто шапку надевали, вмиг куда-то исчезали. Ребята, что за шапка такая творила чудеса? Конечно, вы догадались, это шапка-невидимка. Из какой сказки подумайте? Да, Незнайка в солнечном городе, Царевна-лягушка. Следующая загадка. Из облаков он вылетает. И над деревьями летает. Летит по небу без забот. Ни вертолёт, ни самолёт. Не управляет им пилот. А он всегда летит вперёд. А теперь о чём идёт речь? О каком волшебном транспорте говорится? Да, конечно, ребята. Я знаю, что вы догадались. Это ковёр-самолёт. Скажите, а из какой сказки этот предмет? Да, конечно, одна из любимых детьми сказок – это старик Хаттабыч. Следующая загадка. Смотрела на своё лицо, как в золотое озерцо. В него царица поглядела и дать ответ ему велела. И я ль на свете всех милее, всех румяней и белее. Ребята, вы, наверное, все догадались, что речь идёт о сказке «Волшебное зеркальце», да, и предмет «Волшебное зеркало». Это чудо в самый раз. Сам носил уже не раз. Если их наденешь ты, через горы, через броды, вмиг умчат тебя они. Эти чудо – сапоги-скороходы, конечно. Молодцы! А из каких сказок эти сапоги-скороходы? Да, «Золушка», «Мальчик-спальчик». В начале урока была загадка. Обратите внимание на слова, выделенные красным цветом. Какие это слова? Близкие или разные по значению? Ты правильно догадался. Добрый, злой – это противоположные по значению слова. А жёлтым цветом – это близкие по значению слова, связанные с волшебством. В сказках маг обычно добрый волшебник, а колдун в роли злого волшебника. Ребята, давайте вспомним главного героя из сказки «Кот в сапогах». Посмотрите на иллюстрацию. Найдите пары слов из первого и второго столбика, относящиеся к нашему герою. Давайте проверим. Проверим. Проверяем. Сообразительный – умный. Храбрый – смелый. Преданный – верный. Обратите внимание на окончание прилагательных. Во всех словах одинаковое окончание «ы». А почему, ребята? Потому что данные прилагательные относятся к одному и тому же имени существительному «кот». И все они мужского рода. Работа по учебнику. Уверяли, сказал хитрый кот, что вы умеете превращаться в любого страшного зверя – во льва или слона. А еще вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких животных. Ну, например, сделаться мышкой. Ребята, в кого умеет превращаться сам великан? Да, верно. В слона и льва. Скажите, а почему кот попросил его превратиться в мышку? Рассмотрите иллюстрации. Скажите, какой великан? Какой кот? Да, великан – огромный, кот – маленький. Прочитаем пары слов, относящиеся ко льву и мышке. Огромный – маленькая. Злой – добрая. Сильный – слабая. Какие это слова по значению? Да, это противоположные слова. Скажите, эти слова помогли ли вам более точно представить героев сказки? Конечно. Огромный и маленький – это размер. А злой – добрая. И сильный – слабая – это качество. Давайте попробуем определить род прилагательных первого и второго столбиков. Как вы догадались? Докажите. Лев – мужского рода, мышка – женского рода. Значит, слова первого столбика будут относиться к мужскому роду. А слова второго столбика, связанные с существительным мышка – это женского рода. Работа с правилом на странице 58. Имена прилагательные употребляются в речи для более точного описания предмета. Они могут обозначать различные признаки. Потренируемся подбирать к данным именам существительным имена прилагательные. Сравните животных по росту. Волк – высокий, заяц – низкий. По цвету. У зайца шубка беленькая, у волка серенькая. По размеру – хвост короткий, длинный. По характеру – заяц трусливый, волк смелый. Здесь прилагательные употребляются с противоположным значением. Внимательно посмотрите на имена существительные. Скажите, какое из слов здесь лишнее? Почему? Да, вы верно догадались. Это существительная шубка. Оно женского рода. Значит, беленькая, серенькая – тоже женского рода. Так как род прилагательного зависит от рода существительного. Друзья, мне нравится, как вы работаете. Предлагаю вам угадать животное по его признакам. У него большой рост, коричневая шуба, короткий хвост, сильные лапы. Проверим отгадку. Да, это медведь. Ребята, назовите слова, которые вам помогли более точно представить этого животного. Оцени свою работу на уроке. Было великолепно. Что-то я не понял. Ничего не запомнил. Ребята, я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова